Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, вот она долгожданная пятница. Как всегда по пятницам мы подводим финансовые итоги недели. Мы радуемся жизни, это естественно, потому что впереди выходные, а в нынешнем случае, да, в сегодняшнем случае их гораздо больше. Цельных три, да, мне пока подсказывают. Цельных три, мы будем отдыхать, радоваться жизни. Сегодня, что же принесло нам такую радость? Конечно же, финансовые итоги уходящей недели. Вот сейчас мы об этом говорим, но говорим о многом другом, естественно. Прежде всего я представляю моих гостей. Это Александр Головцов, руководитель аналитического управления, управляющий компанией УралСИП. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. И это Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании Русинвест. Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. Как ваше настроение? Я уж такой риторический вопрос задаю. Понятно, что настроение-то... Ого, да, Дима? Ну, перед выходными независимо ни от чего настроение. От количества стопов сработавших, да, независимо от этого, все равно хорошее настроение. Тем более рынок почти на 1% вырос за неделю по нынешним временам. Это феерия. Ого, это ого-го. 1% заработал, боже мой, за неделю. Когда я раньше такое слышал. Ужас. Ну, тем не менее. Так, хорошо. Значит, давайте тогда традиционно мы с вами... А! Несколько анонсов. Ну, во-первых, я напомню нашим слушателям, у них есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого набрать телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495. Это первый вариант. Второй вариант. Это финам.фм, сайт компании. Зайти и задать вопрос или поделиться собственными наблюдениями, собственными финансовыми итогами недели. И вариант номер три. Совсем недавно к нам приснилась огромная аудитория наших друзей с финам.ру. Сейчас в режиме реального времени они имеют возможность наблюдать за тем, что происходит в студии. Вот в эту камеру они смотрят как раз так же. Имейте это в виду, да, можете даже рукой помахать сейчас. Так вот, они тоже сейчас с нами. Их, повторю, очень и очень много. И они тоже будут задавать сегодня нам вопросы. И это радует. Ну, все, все вступления мною озвучены. Давайте посмотрим на картину маслом. Что происходит сейчас? 18.06 в Москве. И я озвучу основные финансовые индикаторы, которые сейчас торгуются. Итак, индикаторы, да, основные фондовые индексы американского рынка. Доу Джонс ниже ватерлинии, ну, не так много. Минус одну десятую процента он теряет. СНП-пятисотый, ну, практически на нулях. Плюс 0,06 процента, это несерьезно. Индекс ММВБ 6,6 прибавляет, 1440. Ну, тоже как-то все скучно. РТС 1447, 2 десятых. Практически без движения сегодня, насколько я понимаю. Внутри дня, если ходили, сейчас посмотрим, то сейчас практически нет. Нефть марки Брент торгуется по 107 долларов 14 центов за бочку. Лайтсвит 8637. Золото. Вот, кстати. Золото в очередной раз дало вам возможность его купить. Текущая котировка 1694, да, против 1730 практически вчера. Далее, индикаторы валютного рынка. Пара евро-доллар упала ниже 1,29. 1,2844 текущая котировка. Пробила она поддержку еще с утра. А сейчас реакция на события, с которых мы начнем нашу сегодняшнюю беседу. Через несколько минут последний срез. Это котировки российских акций. Основной набор головых фишек торгуется разнонаправленно. Слово уже это набило мне оскомину. Боже мой, когда же она будет однонаправленно доторговаться? Все вместе в какую-нибудь хотя бы одну сторону. Как и Газпром немножечко. Наше все все-таки взялось за голову. И сегодня прибавляет 1,5% 146 текущая котировка. Все остальное скучно, скучно и скучно. Ну да ладно. Давайте начнем разговор. Финансовые итоги недели мы подводим. И мой первый вопрос по поводу рынка труда, который сегодня публиковался. Дим, смотрел? Саша, смотрели? Нет? Конечно. Конечно. Ну, рынок труда повеселел явно. Повеселел? Не то слово. Тут хохот такой был. Я просто наблюдал за этим, да? Полтора часа назад. Мама не горюй. Дим, давай, что там случилось? Ну вот данные вышли оптимистичные. Существенно лучшие ожидания. В целом, если рассматривать последний поток статистики по экономике США, мы видим достаточно хорошие эпизодические данные по отдельным показателям. Например? Розничные продажи достаточно хорошие вышли. Индекс доверия потребителей хорошие выходят. Рынок недвижимости довольно неплохая статистика, мы видим. То есть, в целом, это свидетельствует о том, что, в общем-то, до конца года мы можем увидеть продолжение вот этих позитивных тенденций. И, в целом, думаю, что ту тенденцию, о которой мы сказали, а именно снижение золота, некоторое укрепление доллара, отчасти отражает то, что экономика США, возможно, и пользуясь слабостью Европы, начинает более быстрыми темпами опережать по темпам роста своих конкурентов из Старого Света. И в то же время это дает основания полагать, что драматические сценарии, которые рисовались до конца года, на следующий год есть основания в определенной степени пересмотреть. — Так, я понял. Саш, смотрите. Вопрос у меня следующий. Немножко у меня в голове не уложилось. Статистика хорошая сегодня, парни, кто туда, да? Хорошая, хорошая. — При первом взгляде хорошая, при втором не очень, при третьем, может быть, совсем нехорошая. — Ну давайте все три взгляда сейчас мы озвучим. Первый взгляд, хорошая статистика, и мы видим укрепление доллара. — Просто посмотреть на экран Блумберга, да, мы видим, что одно число выше другого. — Причем существенно выше. — Факт выше консенсуса. Если вспомнить, как в былые годы, какие в былые годы выходили payrolls при нормальной растущей экономике, это было между 200 и 300 тысячами новых рабочих мест в месяц. То, что меньше 200 тысяч, это уже так где-то на грани между медленным ростом и сессией. — Да, хоть я думаю, долго еще мы не увидим таких цифр. Само по себе, да? 177 тысяч сегодня прибавили. — Ну это можно сказать, что экономика из очень слабой начинает выглядеть просто слабой. На самом деле это статистика на грани между медленным ростом и умеренной рецессией. 200 тысяч — это такой более-менее нейтральный уровень, при котором безработица обычно не растет. — А почему доллар-то укреплялся тогда? — Доллар укреплялся, потому что... — И продолжает, кстати, это делать, если я смотрю сейчас... — Боязно инвестиционному сообществу. Во-первых, выборы на носу. Неизвестно, насколько там быстро все разрешится, не придется ли пересчитывать голоса. Но и по большому счету, как-то уже полтора месяца мы без новой дозы наркотика живем. В Бернанке шприц, может быть, начал уже наполнять, но никому в этом не признается. И рынку неуютно. — Странные метафоры у тебя какие-то. — Странные метафоры странные. Дима, почему доллар укрепляется сегодня? Почему? Хорошая статистика — это хорошая. Что происходит? Что там случилось с ними? — Хорошая статистика, в общем-то, по Штатам. Идет противовес достаточно слабой статистике по Европе, мы видим. И инвесторы следят за цифрами и пытаются несколько разработать на опережение. Если эта тенденция продолжится, то есть более быстрый темп восстановления США в сравнении с европейскими странами, означает то, что стоимость активов, фондовых активов, соответственно, активов на минимальных долларах США будет более привлекательной, чем основные конкуренты из еврозоны. И уже вот именно этот фактор, в моей точке зрения, начинает в определенной степени влиять на... — Ну, то есть все, что мы сегодня видели, это попытка на опережение, сыграть на опережение, правильно? Все выходят в доллар. — Да, но здесь, на мой взгляд, нет какой-то одной большой тенденции. Мы видим, что на рынках доминирует боковой тренд и, в общем, смешанные тенденции. Какой-то доминирующей идеи нет. И инвесторы реагируют на отдельную статистику, пытаясь словить, может быть, более среднесрочные тренды, которые могут быть. — Ладно, я понял, не убедили ли вы меня, ничего вы мне не объяснили, я так и не понял, что произошло сегодня. Давайте вернемся к началу недели. — Вспомним, да, драматические события, ну и для кого-то трагические, к сожалению, события в Соединенных Штатах Америки. Вспомним, ну, неприятные или там не совсем. Даже так вспомним из ряда вон выходящие события, когда биржи американские два дня подряд не работали. Все, что касается пронесшегося урагана Сэнди на Соединенных Штатах Америки, вот каким образом он повлиял на ситуацию, а может и не повлиял вовсе, Саша? — Заставил понервничать немного в начале недели. Все-таки, когда биржи закрыты, когда нет ликвидности, немножко неспокойны инвесторам. А вдруг за это время что-то плохое еще произойдет, а продать не можешь. Но потом, соответственно, мы увидели отскок. — Ну, было ожидание, да, что там, ну, сначала во вторник мы ждали, потом во вторник, говорит, не будет работать магазин. В среду. Было ожидание, что в среду откроется вот с огромным таким, тем самым, да, с огромной дыркой вниз и мамы родные. Было такое ожидание? — Ну, не было повода, в общем-то, для дырки вниз никого. — Ну, по крайней мере, не торговались, вот он и повод. — Экономику не смыло волной. — Сейчас слушаем, слушаем новости. Итак, друзья мои, продолжаем. На Финал-ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем финансовые итоги недели. Вспоминаем об ураганде Сэнди, ну и еще о многих вещах. Напомню, в студии Александр Головцов, руководитель аналитического управления, управляющий компанией «Уралсип», и Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Саш, ну, продолжи по поводу урагана-то. Чего там ждали и чего получилось? — Были опасения, что нет ликвидности и не получится продать при необходимости. Конечно, на рынках из-за этого небольшая нервозность возникла, но потом торги возобновились. Мы увидели отскок, поскольку нервозность ушла. При всех таких катаклизмах, или почти при всех, не считая японского землетрясения, все-таки рынок какое-то время нервничал, может быть, перед ураганом во время, но потом, соответственно, следовал компенсирующий отскок. Ну, потому что последствия разрушительные от японского землетрясения последнего оказались, как известно, очень серьезными. И поставки запчастей нарушились и в полупроводниках, и в автопроме. Да, и самое главное, перебои с электроэнергией, они до сих пор не устранены. Вот в Америке уже в субботу, если я не ошибаюсь, обещают энергоснабжение восстановить. Ну, там какие-то трубопроводы остаются еще бездействующими. Но это тоже дело относительно сжатых сроков. Ну, то есть можно говорить о том, что... Локальные последствия довольно короткие по времени. Давайте сразу вопрос я задам, потому что Иван формулирует его как очень важный для него и очень насущный. Значит, он пишет так. Акции Apple упали ниже 600 за акцию, но хоть вы-то знаете, будет ли рост. Ведь и продажи у них отличные, и прибыль 8 миллиардов. А акции падают. Ну, почему, Дима? Почему падают акции Apple? Кстати, анекдот не слышали по этому поводу? Извините уж, конечно. Но он в тему как минимум. Спрашивает, а что у вас яблоки все надкусанные? Это такой специальный американский сорт Apple называется. Ну, так почему они падают-то? Ну, если смотреть вообще технологический сектор, то фондовый рынок реагирует на ожидание роста, роста продаж, возможности новых продуктов. И все эти возможности, которые компания использовала новыми продуктами, фактически рынок уже учел. То есть наелся всех этих Apple он уже, да? И больше iPhone'ов, iPad'ов. И какого-то дальнейшего, такого опережающего роста рынок уже не ожидает. Поэтому в целом акции компании достигли той стадии, когда возможен рост, но более умеренный. Но также возможны и серьезные провалы. То есть ты ждешь, что он может еще и существенно провалиться, да? Я думаю, что волатильность по нему будет достаточно высокой. Ну, до тех пор, пока, конечно, какой-то новой революционной серии продуктов не будет выпущена. Ну, революционной-то ее уже нет, просто улучшается то, что есть уже. Компания. Ну, понятно. Вот сейчас какой-то мини-iPad они-то недавно рекламировали. Так особо не впечатлил. Ну, это скорее как версия того, что уже было. Ну, это естественно. Революции-то нет. Хотя, чтобы сделать революцию, нужны длительные годы исследований и серьезный ресурс. Ну, плюс отказ от Google Maps, он повредил имиджу компании. Те карты, которые они вместо Google туда вставили, гораздо меньше понравились потребителям, как я понимаю. Из-за этого пару топ-менеджеров даже пришлось подвинуть. Ну, и большая причина, наверное, в том, что уже у всех хедж-фондов есть эти бумаги. В среднем 10% портфеля составляет у хедж-фондов одна акция. Это фантастическая доля совершенно. Просто все, кто хотел, купили и даже больше, чем хотел, наверное, наступило перенасыщение. Ну, и также я просто добавлю, не надо забывать и о серьезной конкуренции со стороны Samsung, доля которой на рынке смартфонов существенно выросла. И я думаю, что рынок также закладывает вот негативный фактор для компании именно с этой стороны, что конкурент серьезно наступает на пятки. И, в общем, риск того, что это оказывает негативное влияние на финансовые результаты достаточно высок. Я понял. Хорошо, давайте вернемся к итогам недели. Саша, вот ты до эфира как раз говорил, так оптимистично, по крайней мере, это прозвучало, что ура-ура, рынок вырос на целый процент. Ну, сейчас уже теперь уже меньше. Теперь уже существенно меньше. Америка расстроилась. Но, тем не менее, вот на чем можно было, да, или, может быть, ты как в свои личные примеры придешь, на чем можно было, несмотря на отсутствие, да, абсолютно безидейный рынок, несмотря на диапазоны и прочую скукоту, на чем можно все-таки было заработать, если есть... На этой неделе? На этой неделе, да. О, звезда, конечно, это Роснефть, известно, сильно разрекламированная. Кстати, цель по Роснефти у тебя какая была? Ну, или она, может быть, есть еще до сих пор? Да, она выполнена уже. Ну, какая, какая, какая? Сказать честно, наверное, это было... 245-250, да? Ну, порядка 250 рублей. И просто мы исключаем акцию из модельного портфеля, когда апсайд по остальным становится больше. Вот апсайд по Роснефти стал меньше, чем у Лукоила, по нашей оценке, еще на прошлой неделе, поэтому мы ее из модельного портфеля почти исключили. Вот даже так. Хорошо, по поводу, помимо Роснефти, да, с Роснефти это яркое, яркое пятно. Еще что интересного было? Немножко выкупили металлургию на фантазиях о том, что Китай заколосится. Откуда фантазии такие? Вот PMI позавчерашние, вчера они вышли, да, у нас с утра? Откуда фантазии такие? Ну, наверное, прежде всего от того, что он очень долго загибается уже, особенно если посмотреть, что с шанхайским фондовым индексом происходит, но и, в принципе, с макроиндикаторами тоже. Загибается так долго, что уже стало модным говорить, что вот-вот уже пора оживляться. Плюс партийный съезд на носу, нужен какой-то позитивный пиар. Вот на этом пиаре, наверное, немножко выкупили Новолипецк, по-моему, плюс 3 или 4 процента за неделю. Норникель немножко выкупили. И, если я не ошибаюсь, Евраз. Так, продолжай. Отскочил EON, сильно задавленный на прошлой неделе, на позапрошлой, когда люди не совсем поняли комментарии, не совсем разобрались в комментариях менеджмента. По прибыли на следующий год оказалось, что никакого падения, скорее всего, не будет. По прибыли акции отскочили процентов на 5, если я правильно помню. Вот так, из более мелких историй, наверное, Черкизова хороший отчет по операционным данным опубликовала тоже плюс, в плюсе на несколько процентов. Это ГК-9, я добавлю просто, если можно. Давай, давай, конечно. Закончим. ГК-9, там, по-моему, плюс 15 процентов, снова история. Достаточно высокая волатильность. В сетевых компаниях, НИМ и РСК в плюсе, более 8 процентов, другие минусы, больше на 6 процентов. Хорошо. Не расшевелить мне вас никак сегодня, да? Я так понимаю, все это, это самое. Причина в этом, что пятница. Значит, давайте тогда вопросы. Смотрим на вопросы, будем отвечать на вопросы. Возможно, укрепление доллара связано с ураганом и потребностью в валюте для ликвидации последствий. Ну, это немножко мы возвращаемся, но вопрос есть вопрос. И потребностью в валюте для ликвидации последствий. А золото упало спекулятивно и вскоре вернется к росту. Знак вопроса, правда, там подрастает. Саш, прокомментируй. Возможно, что укрепление доллара, вот, это реакция на ураган. Ну, вряд ли. Вот это очень сложно привязать. Очень сложно привязать. Мне кажется, то, что будет потрачено на основление от урагана, это пойдет из американского бюджета, в первую очередь, и будет профинансировано, как обычно, денежные эмиссии при помощи Бернанки. Так что здесь... Аналогию-то, да, мы вспоминали, по поводу урагана, вспоминали трагедию японской прошлого года. И там, кстати, укрепление японской еды, да, во многом было связано с репатриацией капитала. Понятно, потому что японцы очень любят инвестировать за границей, поскольку в самой Японии доходность очень низкая, и по акциям, в первую очередь, там, индекс давно уже в нисходящем тренде. Американцы все-таки импортируют капитал, по большей части. Поэтому им нечего из-за границы возвращать. Да, здесь другая логика, да, никакой репатриацией здесь не пахнет, собственно. Так, давайте послушаем вопрос. У нас есть звонок. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Скажите, вот, если, допустим, Обама победит, то в какой-то период, да, начнется впечатление на Иран, в той или иной степени. Насколько из-за этого нефть может подскочить, да, на этой геоклистике. И тут же вопрос, насколько Иран, вообще, почему из-за Ирана должна нефть там расти сильно, сколько она занимает, как говорится, в экспорте нефти по центам, да. И в связи с этим тогда второй вопрос, если, допустим, будут максимумы, там, 2007 года, да, что-нибудь в районе 150, то, соответственно, рынки расти не должны, да, при дорогом долларе, но имеется в виду американские. И тогда, вроде как, нефть 150, наши рынки тоже не будут расти. А рубль тогда что будет делать? Вроде как бы роста нету. Сплошные проблемы, да, нефть 150 и сплошные проблемы. Одни эти. Для России, конечно, лучше бы 50 она бы стала, но это не дождаться уже, видимо. Хорошо, Владимир, спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Ну, давайте вот начнем от печки. Если президентом вновь становится Обама, каковы события на Ближнем Востоке? Что с Ираном, Дима, как ты видишь это? Будет он? Ну, я, честно говоря, немножко по-другому представился картину. Так, как? Вот, все-таки большими ястребами всегда были демократы. Я думаю, что сама по себе обострение ситуации вокруг Ирана, на повестке дня скорее стоит вопрос с Сирией. Ну, в общем, понятно, что основной, наверное, целью здесь является Иран. Безусловно, обострение ситуации в той или иной степени приведет к росту цен на нефть. Это будет, безусловно, спекулятивный рост цен на нефть. Он не продержится длительное время, поскольку объективных оснований с точки зрения спроса нет для этого. Но, тем не менее, это, безусловно, поддержит и приведет к дополнительному приросту капитала в Россию. Роста именно валютной выручки. Компании нефтяные будут. Ну, ты видишь 150 долларов за баррель вообще? По какой-то причине? По причине того, что там... Нельзя исключать, что может быть такой всплеск. Но сказать, что есть какие-то объективные для этого причины. Ну, не дай бог, вот, да, эскалация конфликтов, война, там, все что угодно. И гем нефть. Ну, да, такое возможно. Тем более, что у Ирана есть дополнительные меры воздействия на своих, так сказать, возможных оппонентов. Это перекрытие всем известного залива. Вот, ограничение экспорта. Но, в целом, я думаю, что, если говорить долгосрочной, то в большей степени здесь стоит следить за ситуацией в экономике, в мировой экономике. Ладно, спасибо, Дима. Мы сейчас об этом продолжим. Итак, продолжаем наш разговор в эфире Финам. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Подводим финансовые итоги недели. Рассуждаем на предмет событий на уходящей неделе. Собственно, вспомнили «Ураган Сэнди» и все, что с ним было связано. Мои гости сегодняшние представляю. Александр Головцов, руководитель аналитического управления, управляющий компанией «Уралсиб». И Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Ну, вопрос прозвучал. Вопрос Владимира. Да, давайте закончим ответ на него. Еще раз я напомню для слушателей, для вас, коллеги. Владимир говорил о том, что по окончании выборов, почему-то он предположил, что в случае избрания господина Обамы, соответственно, проблемы на Ближнем Востоке потребуются решить, решить как-то активно. В этом случае нефть. Ну, наверное, по логике. Это логично все-таки рассуждать так. Нефть может существенно подорожать. Цифру 150 он назвал. И где мы будем в этом случае? Саша. Два варианта. Если просто отбомбятся пару раз и успокоятся на этом, то и нефть, наверное, подорожает процентов на 20, и потом через месяц-другой вернется обратно. Если будет затяжная операция с целью полной смены режима в Иране, с возможным перекрытием Армузского пролива, то тогда и 200 долларов вполне реалистично. Вполне возможно, да? И на нынешний уровень мы можем год или даже больше не вернуться. Ну, на уровне по нефти имеется в виду. Ну, по бренту мы традиционно там его... Ну, рубль в обоих случаях, скорее всего, все-таки укрепится, несмотря на то, что риск-авершин какой-то в мире мы увидим, бегство от рисков. Но от торгового баланса трудно деться от такого его сильного изменения. Ну, понятно. При 105, при 200. Ну, ты говоришь, в обоих случаях рубль укрепится. Один из случаев мы рассматриваем, да, что нефть взлетает до небес в результате вот этих вот событий, и понятно, что происходит. А второй случай какой? Ну, первое — это локальная краткосрочная операция, когда плюс 20%, а в течение месяца возвращаемся обратно. Соответственно, рубль укрепится, может быть, на несколько процентов и на пару месяцев, грубо говоря. Во втором... Это будет посерьезнее. Сложно, да, сложно с точностью просчитать, насколько будет сильное укрепление, но посерьезнее это понятно. Кстати, вот вдогонку как раз нашего разговора наш слушатель из финам.ру. Такой сценарий выгоден Америке, спрашивает он. Вот такой сценарий, да, сценарий с возможными выяснениями отношений, с высокими ценами на нефть и прочим. Ну, высокие цены на нефть выгодны нефтяным компаниям, которые достаточно серьезное лобби составляет, наверное, во всех правительственных нефтедобывающих странах. С точки зрения всего, а всей остальной экономики, наверное, сверхвысокие цены на нефть, конечно, негативом являются. Сдерживают спрос, экономический рост, повышают затраты. Поэтому, думаю, что здесь нет как бы однозначного. Ну, если опять говорить о том, что в руках американцев в данной ситуации возможность, да, каким-то образом на этот конфликт повлиять. Есть ведь у них такая возможность? Они могут держать все вот в том положении, да, собственно, никаких особых резких движений не делая. Держать в том положении, в котором сейчас... Там оно само тлеет, оно само там что-то варится, да, и мы не лезем. Это один вариант. А второй вариант — прийти и сказать, ребята, ша. Пока делается ставка на санкции, на их ужесточение, на то, чтобы задушить железной рукой блокады. Иранский режим может быть добиться его смены или заставить пойти на уступки. Потому что экономика американская слишком слабая сейчас, и дефицит бюджета слишком раздут, чтобы идти на серьезную военную операцию. Хорошо, хорошо, ладно. С этим мы тоже... Иран, как бы, мы должны понимать, что Иран все-таки это такая долгосрочная цель. Все-таки ближайшая цель, как бы, это все-таки Сирия. Единственный союзник Ирана в регионе. Поэтому... Вот, кстати, вопрос забавный с той точки зрения, что задает его наш с вами соотечественник. Ну, если можно, прокомментируйте. Спрашивает наш слушатель, что должно случиться с ценами на нефть, чтобы цена на бензин, и дальше, внимание, упала до нормальной планки. Ну, хотя бы до 20 рублей, вот так определил наш слушатель нормальную планку. А цена на водку до 10. Нет, да, о водке мы говорить не будем, но вообще гипотетически такой сценарий возможен, Дим, как ты думаешь, чтобы цена на бензин упала у нас, у нас, у нас, у нас в России. Ну, у нас фактически за десятилетия, да, если говорить, так сказать, с 98-го до 97-го, до 2007-2008-го года цена на нефть на мировых рынках выросла там в 7-8 раз. Вот, то есть, где, так сказать, что мешает ей снизиться, скажем, в два ряса. В общем, все возможно, тем более, что цены на нефть – это один из наиболее сложных товаров, которые с точки зрения прогнозирования возможностей, поскольку очень много факторов влияет на нее, есть даже и спекулятивная большая составляющая. Поэтому вероятность, конечно, снижения цен на нефть присутствует. Но при этом снижение цены на бензин. Естественно, цены на нефть, они потянут вниз, и цены на бензин. В цене на бензин примерно треть акциз составляет, если я правильно помню. Поэтому грубо, чтобы 20 рублей стоил литр, нефть должна подешеветь вдвое. Ну, вдвое от текущих, да? Да, 50-55 за баррель. Грубо 100, сейчас 50 за баррель. Я не знаю, насколько это корректно будет воспоминание, но мы видели существенное снижение цен на нефть не далее, как 4 года назад. Существенное снижение. Что было с бензином? Никто не вспомнит сейчас из присутствующих. Ну и так, на всякий случай, со 150 до 30 долларов, да? Это больше даже, чем заявленное. Это был такой, как бы это, шип. Нырок? Нырок, да. То есть бензин не успел среагировать просто. Можно и другое вспомнить. Еще в 10-м году до осени 10-го года нефть стоила чуть меньше 70 за баррель. Потом росла в прошлом году до 130 почти. Все-таки бензин вдвое не подорожал за это время. Ну, то есть правильно говорить, что, во-первых, не совсем корректно, да? Вот так уж жестко привязывать их друг к другу, не совсем корректно. На 30% этот, на 30% этот, этот в половину, этот в половину. А потом бензин, он, так сказать, менее волатилен и менее динамичен, что ли, да? Есть налоги, да. Ему не позволяют расти правительство, когда нефть слишком резко дорожает. И нефтяники не очень хотят ронять цену, естественно, когда... То есть цена на бензин не совсем рыночна. Вот так, наверное, можно сформулировать, да? Или совсем не рыночна? В конце концов, у нас буквально 6 или 7 крупных нефтяных компаний, да. Игроков в этом рынке. Конечно, подозрение всегда будет, что она не совсем рыночна. Надо, надо. Согласен. Хорошо. В таком случае, сейчас мы продолжим отвечать на вопросы. Еще раз повторю, их достаточное количество. Я бы хотел все-таки пока немножко абстрагироваться. И с учетом, ну, краткосрочных ожиданий, не далее, как уже, да? Вот-вот, вот-вот уже, накануне выборы в Штатах. Дальше, напомним, у нас большие выходные. И, опять-таки, да, мы будем в роли догоняющих. В понедельник все будут работать, а мы будем отдыхать, а во вторник что-то будет. Ну, и еще один момент уже с точки зрения макростатистики, может быть, или основных событий, что в ближайшем будущем мы с вами ждем, начиная со следующей недели, Саша. Как раз по макростатистике неделя будет легкой и сравнительно. Надо сказать, что и сезон квартальной отчетности в Америке уже закончился почти. Больше 80% эмитентов отчитались, и таких громких провалов, как у Гугла, мы, наверное, уже не увидим в ближайшее время. Будут индексы PMI менеджеров по закупкам в сервисной сфере и в США, и в Европе. Наверное, это самая существенная макростатистика на следующей неделе. Но она обычно не сильно влияет на рынок, если только не отличается от прогнозов уж совсем кардинально. Я думаю, выборы будут, результаты выборов будут основным фактором. И в какой-то степени мы даже на статистику и смотреть не будем уже теперь, да? Выборы, выборы. Ну, выборы, безусловно, будут достаточно важным событием. Наверное, рынки в большей степени будут более благоприятно реагировать, если, скажем так, старый президент станет новым президентом. То есть это более позитивно, да? Ну, да, это более предсказуемо. Все-таки смена президента внесет в себя смена команды, новые люди, какие-то новые тенденции. Неопределенности. Принесет некую инертность в принятии решений в некотором курсе. Ну, может быть, отчасти, если судить по каким-то, если посмотреть на международный какой-то аспект, может быть, это будет несколько лучше. Но пока что сложно говорить. Нет, дождем тебя. Мы не строим, естественно, никаких особых прогнозов, предположений. Вот я хотел бы просто еще раз повторю, понять, какие события, события, события. Главное, чтобы не было пересчета голосов, как в 2000 году. То есть в связи с этим, что тогда плохо? Плохо для нас что? Вот эта неопределенность сдвигается во времени еще, да, получается? Ну, да, и плюс к этому легитимность того, кто все-таки станет президентом, она слегка сомнительна. Можно будет говорить, что за него не проголосовали все-таки. Саш, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что позитивом будет для рынков? Избрание Обамы или избрание Романи? Наверное, Обама все-таки немножко в большей степени, поскольку он, это уже известно, и игрок, понятно, что от него ждать, и плюс есть некоторые теории, что человек, избирающийся на второй срок уже, он меньше заботится о каких-то политических выгодах и больше настроен на благо народа работать. Но если Романи выиграет, все-таки небольшой плюс будет в том, что Фискал Клифф отложится, скорее всего, на один год. Есть понимание, что он попросит... Ну вот с этой точки зрения как раз я и хотел бы, чтобы ты подкомментировал, потому что программы экономического развития, да, и тот, и другой озвучивали, там есть ключевые отличия, да, этот хочет сворачиваться, этот хочет разворачиваться. Один хочет налоги снижать, другой расходы. Снижение расходов, в принципе, считается, что лучше для экономики, да, потому что государство тратит деньги неэффективно, поэтому здесь небольшой плюсик в пользу Ромни есть. Ну и, скорее всего, если он выиграет, то он просто просит Конгресс и Сенат продлить налоговые льготы, а за это время, типа, вместе с ними придумает настоящую программу по борьбе с дефицитом. То есть, во многом, вот это его заявление, да, это популистское, ты считаешь, накануне выборов все-таки? Ну, очевидно, очевидно, что легкого, простого решения дефицитной проблемы нет, поэтому остается говорить, что я его найду там в течение года вместе с вами, хотя вероятность такого нахождения, наверное, не очень велика. А у Обамы нет возможности так говорить, поскольку у него 4 года было, чтобы решить эту проблему. Он ее не решил. Я понял. Ну, давайте немножко времени идем к тебе. Есть вопрос от Юрия по ТГК-9. Истории уже отыграны или есть еще возможность роста, спрашивает он. Ну, история, как мы видим, еще не отыграна. Акции достаточно волатильны. И при этом достаточно история там еще не продолжается. Думаю, что там будет много и спекуляций. Ну, пока что процесс находится не завершен, естественно. И говорить о том, что если говорить по фундаментальным показателям, то здесь мы имеем определенные трудности, поскольку факторы, которые влияют на фундаментальные показатели российских генерирующих компаний, они сложны для прогнозирования в настоящее время, много неопределенностей. И, в общем-то, тот рост, который мы видим, или наоборот, коррекция, он носит скорее такой, скажем, спекулятивный характер, больше основанный на каких-то ожиданиях. Я понял. Продолжаем, точнее, заканчивая наш разговор, осталось немножко времени. На финал ФМ программы «Сухой остаток». Подводим мы финансовые итоги недели и пытаемся поговорить о том, что ждет нас в будущем, в недавнем будущем, в недолгом будущем. Кстати, опять сообщение, вопрос нашего слушателя. Индекс РТС сейчас между своим максимумом и минимумом. Как обычно. Что ожидать дальше? Саш, что ты ждешь от индекса РТС, который между максимумом и минимумом находится? Очевидно, новых минимумов и новых максимумов. Ладно, давай я иначе сформулирую этот вопрос. Ну, понятно, да, что мы наблюдаем диапазоны, в частности, и в РТС. Да, боковик уже больше года, собственно. И мы сейчас примерно посередине. Классический ответ. Пока не видно триггеров, чтобы из этого боковика выйти. Вот, вот, вот. И опять-таки, да, вот, все, о чем мы говорили в недалее, как 10-5 минут назад, не будет этими триггерами, этими поводами, чтобы выйти из боковика. В какой-то момент будет обязательно, но история знала примеры, когда боковик и годами, и даже больше 10 лет продолжался. Нет, ну, на самом деле, любое движение, я думаю, можно облечь в боковик, да, если смотреть на больше и больше, и все больше временные промежутки. Так сказать, мы не будем этого делать. Но давайте я тогда иначе задам вопрос. Ситуация в Европе может стать причиной такой? И вообще, что там в Европе? Трудно представить. Ясно, что быстрого решения нет, и очень маловероятно, что оно появится. Но, с другой стороны, и такого, что когда все европейские чиновники разругаются и перестанут между собой общаться, бросят Грецию, Испанию, Италию на произвол судьбы, это тоже как-то трудно представить очень никому. Никто не заинтересован во всеобщем коллапсе. Поэтому Тягомотина это будет продолжаться, скорее всего, годами еще. Ну, какой-то прогресс все-таки в этом году был. Нет, ну, в этом случае, если Тягомотина, как ты выражаешься, будет продолжаться годами, то и диапазон мы будем видеть годами. Есть надежда на Америку все-таки, что там какие-то гриншутсы, там зеленые росточки, пробиваются, может быть, экономика постепенно наладится, безработные негры выйдут из-за тишной депрессии и начнут вкалывать. Есть Семерджин Маркес, развивающиеся рынки, где все не так запущено, где есть простор для увеличения левериджа, и, может быть, они как-то оживят всемирный спрос. Я понял, да, мне понравился про развивающие рынки. Ну, понятно, да, кого считают развивающимся. Вот ты флагман в этой группе, кого бы назвал? Флагманом. Куда посмотрит инвестор, если действительно ему захочется риска, он, так сказать, захочет в развивающийся рынок вложиться? Куда он посмотрит? Очень бы хотелось услышать родное слово. Россия, но мы входим в ту же самую аббревиатуру, что и самый большой развивающийся рынок Китай, но с него часто все начинается, когда оживляется китайский спрос. Сначала, может быть, покупают китайские акции, но когда уже, во-первых, там все подорожает, во-вторых, этот спрос как следует разогреет сырье, тогда, наверное, приходит очередь и России уже. Поэтому общий всплеск, общие перспективы развивающихся рынков — это и российская перспектива. Может быть, не сразу, но где-то на втором заходе или на третьем. Ну, там надо пристально смотреть на Китай, да? Соответственно, если он будет воодушевлять инвесторов, сначала пойдут в него, а потом, естественно, уже мы будем готовиться. Ну, последние месяцы уже очень активно идут. Мы видим, что инфлоус в китайские акции, наверное, больше 10 миллиардов за месяц или за полтора — рекордный объем с 2010 года. То есть признаки, хорошие сигналы поступают, но надо, чтобы макропоказатели их подкрепили все-таки. — Ну, учитывая, что Китай своеобразно, так сейчас сформулирую, своеобразно дает нам информацию о макропоказателях, может быть, есть смысл надеяться, что в следующий месяц они будут еще интереснее, еще интереснее. Сейчас у них тоже некий аналог выборов, да, насколько я помню. — Ну да, есть такая теория, что новым партийным лидерам нужно проявить себя сразу, но желательно для этого, чтобы статистика улучшалась. — То есть вероятность видишь ты такую? — Ситуация небезнадежная, я бы так сказал. Вероятно, скорее всего, не так все быстро будет улучшаться, как некоторые мечтают. Все-таки там еще полгода будет правительство формироваться, как минимум, и так далее. Но тенденция какая-то, какой-то прогресс. — Саш, скажи, а новогодний ралли ты видишь или нет? Ожидаешь его? Новогодний, рождественский какой-то. Ну, президентского уже не будет, очевидно. — Ну, как правило, когда рынки в плюсе, хотя бы небольшом, с начала года, то попытка зарисовать котировки в декабре все-таки происходит. Мировые рынки в хорошем плюсе, особенно Америка и Германия, что неудивительно. Поэтому в мировом масштабе такие попытки разогрева будут, и, наверное, они нас заденут где-то по касательной не так сильно, может быть. Но несколько процентов... — Годовые, так сказать, недавние максимумы мы перебьем, там, 1500 по... — Ну, это было бы очень оптимистично. Очень оптимистично. Будут, обычно покупают в конце года те активы, которые росли сильнее. То, что называется window dressing, нужно поставить на витрину то самое красивое. А самое красивое... — Нового года, да? — Да, это какой-нибудь технологический сектор, может быть. Это даже Америка и Германия. А на Amazon Markets это Турция, Индонезия. Вот такие рынки, которые в самом большом плюсе. — Здорово. — Здорово. Так, давайте конкретный вопрос. Андрей спрашивает вопрос гостям по Сбербанку. Сбербанку обыкновенным, ну, собственно, рассуждает он, будем ли мы ходить в диапазоне 91-93 или все-таки куда-нибудь выскочим, Дим, по обычке Сбербанк. — Я думаю, что он будет более стабильным, чем в целом рынок. Думаю, что в случае роста он будет... его рост будет в меньшей степени. — Ну, то есть если будем падать, то он все-таки, да, устоит? — Будем падать, он будет в меньшей степени. То есть с точки зрения фундаментальных показателей, банк такой достаточно стабильный. Ну и последняя статистика по банковскому сектору, в общем, говорит о том, что инвесторам, наверное, стоит посмотреть на другие сектора, которые, может быть, в большей степени были недооценены с начала года. И, в общем, наверное, я бы так отметил. — Еще давай вопрос. — Существенных движений по ним не ожидаем. — Есть мнение у вас по Русгидро? Саш, по Русгидро. Ну вот смотрит он куда-нибудь в середину 2013 года. Он, я имею в виду, слушатель наш, Андрей. — Серийные изнасилования дополнительными эмиссиями подорвали здоровье. Русгидро. Боюсь, что придется дождаться, пока очередная эмиссия разместится. Плюс какое-то время пройдет, чтобы инвесторы убедились, что следующей доп. эмиссии нет. Тогда останет время Русгидро. Актив очень качественный, в перспективе с хорошим потенциалом роста прибыли. — Отпугивает именно это, да? — Да, если постоянно размещать новые бумаги, зачем покупать существующие? — Логично, логично. — Ну и в связи с этим, вот еще вопрос от Виталия. Можете ли вы прокомментировать инвестиционную, ну последние события с нашим всем, инвестиционную программу «Газпрома»? Ну два слова буквально. Саша. — Ну, доставляет понервничать. — Ну многие понервничали уже, да? До 143 практически просадили. — Еще два слова, еще два слова могу сказать. Лучше бы она не росла. — Лучше бы инвестиционная программа. — Инвестиционная программа, да? Дим, у тебя есть мысли по инвестиционной программе «Газпрома»? — По инвестиционной программе «Газпрома»? — Угу. — Ну в целом по «Газпрому» есть, по инвестиционной программе. — Давай, давай в целом. — Я думаю, что уже, в принципе, эмоции уже всех сформировались. — Ну да, да, да. Все выдохнули уже. — Сформировались. — Угу. — В целом, если, вот возвращаясь к разговору, вот наша последняя часть, в целом о рынке, вот «Газпром» же наибольшая доля во всех страновых индексах российских. — Поэтому, в принципе, мы можем сказать, что недооценка российского рынка, вот она в наибольшей степени проявляется именно на «Газпроме». — Мы видели недавнюю отчетность компании, в целом она оказалась хуже ожидания рынка, но тем не менее мы видим, что стабильно на почистой прибыли компания уходит на 30-40 миллиардов долларов. — Если заявленные планы о том, чтобы дивидендная доходность росла у российских компаний, в том числе и государственным участием, то в целом дивидендная доходность очень приличной получается. — В целом, по всему рынку ты имеешь в виду, да? По дивидендным компаниям именно. — В частности, по «Газпром». — О «Газпроме» говоришь. — Мы видим, что если дивидендная доходность за прошлый год будет также и в следующем году, то это будет хорошим фактором поддержки в первом полугодии следующего года. — Если вот они эту инвест-программу запустили, то есть риск забыть о дивидендах по «Газпрому» или, по крайней мере, о приличных дивидендах? — Какое-то время их можно платить за счет долгов, но в принципе тенденция есть к тому, чтобы нефть и газ стоили дешевле в мировом масштабе на горизонте нескольких лет. А расходы, тем не менее, внутренние расходы, операционные расходы, как известно, растут, есть инфляция, и никто не отнимал. — Ну, если такие масштабные вещи затевать. — Да, и если вот эти две тенденции сложить, получается, что прибыль будет падать. Кому хочется покупать компанию с падающей прибылью, а у нее, она еще и пытается капекс при этом наращивать. Естественно, такая, вот эти три тренда никому из инвесторов или мало кому из инвесторов нравятся. — Ну, ты лично как к «Газпрому» сейчас? Рекомендация какая у тебя к «Газпрому»? — Я бы лучше другие бумаги покупал. — То есть просто ты не рассматривал? — «Газпром» — это индекс минус традиционно. — Дима, а ты как к «Газпрому» относишься, собственно? — Ну, как я говорю, фундаментальная бумага сильная, даже если мы посмотрим по коэффициентам. Безусловно, капексы уже отыгрываются рынком. И многое будет зависеть от того, насколько последовательно будет компания в своей дивидендной политике. Я думаю, что если вот эта последовательность, которая заложена была в начале этого года, она будет и в следующем году, и дивидендные отчисления будут такие же, на том же уровне, то я думаю, что это будет хорошим фактором поддержки в начале следующего года. — Хорошо, спасибо. Небольшой анонс. Минкомсвязь обещает усложнить для россиян покупки за рубежом. Сразу после выпуска новостей ситуацию прояснит ведущий аналитик компании «Мобайл Ресчерс Групп» Эльдар Муртазин. Я говорю моих сегодняшних гостей. Огромное спасибо слушателям вам за внимание. Впереди выходные. Отдыхайте, набирайте сил. Тем более их много. Выходных, я имею в виду. Пусть будет и много сил. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания. До свидания.